26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. Приуроченный к этой дате круглый стол прошел в столице Верхней Волжья. На нем присутствовали представители ряда крупных предприятий города и области, которым разъяснили основные правила противопожарной безопасности, вступившую в силу в этом году. Противопожарная безопасность должна ставиться во главу угла на любом малом и среднем предприятии Верхней Волжья. В конечном счете от этого зависит здоровье и безопасность не только сотрудников того или иного учреждения, но и его клиентов. Именно поэтому очень важно своевременно оповещать представителей бизнес-среды о нововведениях в нормативно-правовых документах. Так, с 1 января этого года в России вступили в силу новые правила противопожарной безопасности. Это произошло в рамках так называемой регуляторной гильотины. Инструмента масштабного пересмотра и отмена нормативно-правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду. Требования касаются изменений, связанных со средствами противопожарной защиты. Есть довольно-таки значительные изменения, которые рекламентируют порядок установки автоматических пожарных сигнализаций, системы оповещения. Также у нас требования серьезно коснулись продажи и реализации пиротехнических изделий. Это тоже сейчас актуально, потому что данная продукция применяется практически и используется практически на всех торжествах, праздниках. Об этих и других нововведениях сотрудник главного управления МЧС России по Тверской области рассказал представителям бизнес-среды Верхней Волжья. Также в работе круглого стола принимал участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский. Бизнес-амбудсмен отметил, что подобные встречи крайне полезны как для предпринимательского сообщества, так и для аппарата, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Предупрежден, значит вооружен. Наша задача подготовиться к новым изменениям, обновить материально-техническую базу для того, чтобы приход инспектора был понятный и предсказуемый. Все тверские предприниматели должны соответствовать новым нормам, в том числе и по надлежащему содержанию объектов, по обновлению информационной составляющей, по инструкциям и так далее. Примечательно, что круглый стол прошел в День российского предпринимательства, который в нашей стране празднуется 26 мая. С профессиональным праздником представители бизнес-сферы поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. На Тверской земле предпринимательство имеет богатую историю. Столетия назад многие жители Верхневолжья заложили традиции успешной экономической и меценатской деятельности. Купцы Аваевы, Савины, Светогоровы, промышленники Морозовы, Рябушинские, Никифоровы и многие другие внесли большой вклад в развитие Верхневолжи и всей России. Глава региона добавил, что сегодня предприниматели Тверской области продолжают эти традиции. В прошедшем году в непростых условиях представители бизнес-сообщества продемонстрировали высокую ответственность, профессионализм и заботу о людях, сохранили предприятия и рабочие места, обеспечили рост в ряде отраслей, реализацию важных социальных и инфраструктурных проектов.